Здравствуйте, ребята. Приветствую вас на уроке математики. Нас ждет интересная тема рациональные приемы вычислений. Сегодня у нас состоится креатив-бой. Будем решать творческие задачи, выдвигать гипотезы, предлагать интересные идеи в поисках более простых и эффективных методов счета. И главное, вы научитесь применять переместительное и сочетательное свойство сложения для рационализации вычислений. Ребята, я думаю, вы уже поняли, что жители математической страны обладают удивительными свойствами. Числа имеют свою занимательную историю. С ними можно пережить необыкновенные приключения. Перед выполнением задания номера один «Разгадай секрет Гаусса». Послушайте рассказ. Однажды, очень давно, когда великому немецкому математику Карлу Гауссу было 10 лет, учитель дал задание найти сумму чисел от 1 до 100. Уже через несколько минут Карл нашел ответ. Как же маленькому Гауссу удалось так быстро найти сумму? Посмотрите внимательно на ряд чисел. Как можно их сложить? Что легче? Складывать последовательно все числа или выбрать более удобный способ. К 7 прибавить 8 или к 7 прибавить 3. Сформулируем гипотезу. Если каждое число дополнить до полного десятка, а затем сложить полученные результаты, сумму можно найти за более короткое время. Вспомним переместительный закон сложения. От перемены мест слагаемых суммы не меняются. Значит, удобнее к большему числу прибавлять меньшее. Сгруппируем числа и сложим полученные результаты. Прибавим оставшееся число 5. Мы очень быстро нашли значение суммы, 55. Наша гипотеза подтвердилась. А значит, мы нашли рациональный способ вычислений. Ваше умение подмечать особенности чисел нам очень помогло. Зная секрет Гаосса, вы с легкостью справитесь со вторым заданием заполни магический квадрат. Магический или волшебный квадрат, это квадратная таблица, заполненная различными числами так, что сумма чисел в каждой строке, в каждом столбце и на обеих диагоналях одинакова. Сформулируем вторую гипотезу. Если мы запишем числа, бегущие друг к другу, и дающие в сумме 10, в противоположные ячейки квадрата, то у нас получится магический квадрат. Задание. Дан ряд чисел, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Заполни квадрат так, чтобы сумма чисел в каждой строке и в каждом столбике равнялась 15. Начинаем заполнять. 9 и 1, 8 и 2, 7 и 3, 6 и 4. Проверяем. Значение всех выражений по строкам и столбцам равны 15. Гипотеза номер 2 тоже подтвердилась. Ребята. Мы убедились, что отличное знание состава числа 10 помогает нам любое число быстро дополнить до круглого десятка. А знаете ли вы, что рыбы умеют считать до четырех? Ученые провели опыт, в результате которого доказали, что рыбы могут посчитать, сколько рыб плавает вокруг них. И мы, если постараемся, постепенно откроем все математические тайны. Задание номер 3. Как быстро найти значение выражения из нескольких слагаемых. Тимур и его одноклассники решали одно и то же выражение. Но время на их решение они затратили разное. Кто из них нашел значение суммы быстрее всех? Новая гипотеза. Быстрее найдет значение выражения тот, кто будет использовать рациональные приемы сложения. Решение Тимура. Сумма 6 и 2 равна 8. 8 плюс 8 равно 16. Решение Амины. Сумма 8 и 6 равна 14. 14 плюс 2 равно 16. Решение Дамира. Сумма 8 и 2 равна 10. 10 плюс 6 равно 16. Наша гипотеза номер 3 подтвердилась. Дамир затратил на решение гораздо меньше времени, чем его одноклассники. Вывод. Удобнее сначала сложить слагаемые, которые в сумме образуют. Десяток, затем к полученной сумме прибавить третье слагаемое. Мы использовали сочетательное свойство сложения. Переходим к заданию номер 4. Вычисли рациональным способом. К сумме чисел 71 и 16 прибавить 9. Дополним первое слагаемое до круглого десятка. Прибавим к сумме чисел 16. Число 71 представим в виде суммы разрядных слагаемых. 71, это 70 плюс 1. Складываем единицы с единицами. 9 плюс 1 равно 10. 70 плюс 10 равно 80. 80 плюс 16 равно 96. К сумме чисел 71 и 9 прибавляем 16. 80 плюс 16 получится 96. Остальные выражения решаем по такому же алгоритму. Вывод. Используя переместительное и сочетательное свойство сложения, можно складывать че и слу в любом порядке. На очереди задание номер 5. Реши задачу тремя способами. На кормушке сидело 3 синицы, 4 голубя и 6 воробьев. Сколько всего птиц было на кормушке. Первый способ. Узнаем сколько всего было синиц и голубей, затем прибавим количество воробьев. Всего было 13 птиц. Второй способ. Можем узнать сколько всего было синиц и воробьев, затем прибавим количество голубей. Всего 13 птиц. Третий способ. Узнаем, сколько было всего голубей и воробьев, затем прибавим количество синиц. Всего 13 птиц. Мы получили одинаковые результаты. Вывод, результат сложения не изменится, если соседние слагаемые заменить их суммой. Значение суммы не зависит от порядка слагаемых, и порядка действий. Это позволяет сделать вычисления более рациональными. Дорогие ребята. В результате проведенного креатив боя, мы на основе знания состава числа 10, переместительного и сочетательного законов сложения достигли следующих результатов. Первый, научились быстро находить сумму ряда последовательных чисел. Второй, научились заполнять магический квадрат. Третий, научились выполнять вычисления рациональным способом. Желаю вам успехов. До свидания.